ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скажу, что тебя развели. Фигня, кусяк. Всем привет. Мы с вами, я возник кинотеатра Довженко, где будет сейчас проходить до премьерный показ фильма, а также пресс-конференция с Зеленским и Коршевым. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А что, мы прям садимся, да? Да. Спасибо, приятный привет. Хорошо. Да. Раз, два. И он, она. Я бы хотела представить вам наших гостей, творческую команду, Владимир Зеленский. Евгений Кашевой. И Мика Апаталов. Ну, команда вообще больше. Конечно, ну, костяк, костяк. Раз в 600, наверное. Пожалуйста, уважаемые зрители, журналисты, задавайте вопросы о фильме, что вам интересно. Мне понравилось. Здравствуйте. Здравствуйте. Вообще приятно быть на вашей земле, Запорожской. Нам очень близкой. Мне понравилось. Задавайте вопросы о фильме, и первая же девушка откуда-то, я услышал, а где все? Это о фильме, да. Мы приехали. Девочка приводит себя в порядок. Я думаю, что мы можем простить девочке, что она не присутствует. А все остальные мальчики у нас ведут себя как девочки. Тоже пробуются. Так что мы, в общем, к вам приехали. Кто смотрит, что домой всем приехали. Что-то подомьем. Да, пожалуйста. Ничего не отросло. Вы думали, сейчас будет елочка, да? Это сюрприз? Нет, чуть-чуть отросло. Он там скрывает. У тебя рукой закрывает на голову. Почему вы не пролезли именно Надя Доропеева и Надя? Драк. А вот так, стой. Драк. А что, плохой у меня вкус? Ты уже приваешь. Это потрясающие, красивые женщины, красивые девушки. Вот как и Надя Доропеева. Они были одними из участниц. На кастинге показали, что могут. Вот. Немножко на кастинге я с ними поработал. И, в общем, по-моему, очень приличные у них работы получились. По мне, так вообще чудесные. Но объективно может судить только зритель. Так что посмотрите, скажете. А много было претендентов? Много ли у меня на кастинге было дам? Немало. Нет, было действительно там много. Я не хочу. Я могу их назвать. Но мне кажется, что просто, наверное, обидятся девчонки. Потому что там многие очень известные актрисы и певицы. Вот. Они прекрасные актрисы. Они действительно... Что такое кастинг? Ты не выбираешь лучшего. Ты выбираешь лучшего. Женя помогал мне справиться во время кастинга. Скажите, сколько там. А что ты писать только вы? Как это? Там написаны авторы. Авторов очень много. У нас очень талантливые авторы. Несколько было подходов к сценарию. Несколько раз сценарий переписывался. Он был написан сначала на украинском языке. Была написана комедия. Затем, значит, у нас другая была актриса. А вот, литовская. Под нее был переписан сценарий. Потому что она вообще не бельмеза по-украински. Вот. Значит, потом такая была история. А потом выбрала, в общем, всего разных обстоятельств. Поменялась другая актриса. В итоге вот так. А какие города участвовали? Города участвовали в съемках? Да. Мы снимали в Киеве и во Львове. Ну, в Киеве, под Киевом. Там много локаций вокруг Киева. И такая же история со Львовом. Потому что это сценарий. Просто сценарий Львов. Выконаете все, и я вас разлучу. На что мы писали эти дурницы? Она нас все равно не развела. С пощечинами были дубли? Ну, да. Ну, штук 50 было точно. Львова выхватил по полной. Тех, кто кого-то когда-то Боба обидел, я надеюсь, что таких нет. Все радовались, когда Дорофеева лупила его по щекам. Кино? Процесс? Вопрос. Кино. Кино? Да. Я считаю, что... Ну, я не знаю, посмотрите. Вы знаете прекрасно наши работы. Наши работы в жанре романтическая комедия. Я думаю, что вы посмотрите, оцените. Я считаю, что это одна из лучших наших. А вы сами смотрели? Я смотрел много раз. Несколько раз смотрел. Мне кажется, что он уже его наизусть знает. Ты знал наизусть, ты знает наизусть по кадрам. Я вам скажу, что вы увидите, когда будете смотреть на кино. Это будет украинское кино с американской картинкой. Владимир, раз повторяю, я вам пришла к вам поговорить на проекте, который вы сейчас в Курееве делаете. Я хочу, что это в Москве. Я хочу. На самом деле мы ездим по городам Украины, нашей родникой. У нас гастроли новогодние. Вообще, честно говоря, это очень частое явление для нашей компании. Когда мы приезжаем в город, а чего бы нет? Потому что много людей действительно сегодня хотят нас увидеть, не могут себе позволить этого. Просто не могут позволить билет. Купите мы. В общем, это и наша инициатива. То есть компания-прокатчик. Понятно, там билеты, понятно за деньги, понятно, что у нас гонорар. Но в этот день, днем, мы можем дать такой приятный новогодний утренник не только для детей, но и для взрослых. Спасибо вам. Спасибо, спасибо. Спасибо. Вы знаете, как в Запорожье снимать? В Запорожье, кстати, мы с удовольствием. В Запорожье мы же снимали часть «Слуги народа». Мы снимали, так что... Да, да, вот. В Запорожье прекрасный город. У нас давно большие были мечты снять историю про запорожских казаков, там, характерников. Вот. Поэтому, в общем, это такое, это как жаркое. Думал мам или как хорошее вино. Ну, это такая идея, которая должна томиться. Чуть-чуть, чуть-чуть надо подождать. Да, она должна поспеть. Хотите фильмушиться? Помало того, в котором мы иногда с вами живем. Про характерников мы сидим, воспитываем наших людей, привлекая американские знания. Why not? Ну, и неплохая фрагмент. Ваши английские. Женя, Вова, чем удивляете на характерах? Вот сегодня на одном и на втором. Вот чего ждать, я тебя спрашиваю. Ну, это, знаете, непредсказуемо. Мы все это непредсказуемо, если я так скажу. Нет, ну я шучу, конечно же. У нас это новая программа, которую мы сняли 14 декабря во дворце Украины в Киеве. И большинство, не большинство из этой программы, а... Мы видели по телеку еще. Это все будет в новогоднюю ночь. Но в Новый год будет концерт в два раза ближе. Это правда, да. Поэтому я очень все правильно распределил. Хочется порадовать сейчас зрителя новеньким, но чтобы все новое, то 31. А больше ходят людей на коммерческие концерты или на благотворительные концерты? Одинак. У нас аншлаги, понятно, что благотворительный аншлаг, понятно, почему. Вот, концерт коммерческий, у нас аншлаги везде. Да, мы очень рады, что наше творчество, наша работа и результат ее нравится людям. Это, в принципе, главная оценка качества твоего продукта. А где Новый год? Новый год где? Вот именно ночь, да? Новогоднюю ночь. Я, допустим, буду с Ленкой, мы будем вести новогоднюю ночь страны, главную елку страны, стереоплазия в Киеве. Но не всех интересуют бабки в новогоднюю ночь. Это ты вообще слышал, что это происходит? Это художественное руководение в головах. Сам продал, сам уедет. Сам заставил и все. И теперь работай. Поинтересно, поинтересно. Поинтересно, да. Там большой концерт. Мы с пацанами будем серег платить. А вы где? Я буду с семьей. Да, мне пора, чтобы меня мои дети узнавали. Мне надо отдать им сейчас 10 дней жизни точно. Потому что уже конфликт вышел. Я не так не могу. Конфликты какие? Что это за дядя? А в Украине? Я могу частично ответить на вопросы, если можно. Потому что то, где я буду, я бы хотел там побыть семьей, а не с кем-то еще. Но я вам скажу. Отчасти это не секрет. Вопрос, где ты там, какие еще города ты можешь спрятаться. Отчасти у нас есть весело. У нас есть такой фестиваль. Я не знаю, знаете ли, какой-то такой метод. Обычно в мае он проходит. И зимой. В мае это Турция, Греция. А зимой надо что-то со снегом. В прошлом году это был Азербайджан. И снега не было. Ну, всегда пошло не так. Нет, он был в первый день, а потом вдруг резко потеплело. И все, кто был на горе в лыжах, обутые. Так это можно назвать. Они поплыли вниз и все. В этом году будет больше тусовка. И я не помню название. Честно, не помню именно название. Я помню, что что-то на А. Там будет очень много звезд. Мы. А мы же не звезд. Да, все вот. Вы поедете, поздравим. Да. Но после отдыха, какие-то детки. Неожиданный вопрос. Посмотрим, буду думать. Да. Вопрос касательно фильма. Как вы пришли к такому замечательному названию? И были ли еще варианты? Хороший название. И мне нравится. А были варианты? Да. Какие? Вона, Вин, Ты, Я. Зная Владимира, вам покрутите на 4 слова. Так как я сказал, что весь процесс шел больше года. Больше года. Изначально придумалась история «Он и она». «Он и она», и когда она придумалась, мы начали писать эту историю. Вышел французский фильм под названием «Он и она». Но действительно первый сценарий был «Он и она». Я имею в виду по сути. А написался сценарий про «Я, ты, он, она». Про четверых. Поэтому видите, как бы и французы помогли. Ну и мысли шельные тоже изменили название. Название такое и было. Второе название было «Я, ты, он, она». Оно не меняло. Мне сообщили, что ничего не было. Чего я закрою в «Размеши комик»? Нет, вы что? Это же офигенно. Надо и другим зарабатывать. Я вам так скажу. Я вам скажу, что «Размеши комика» очень крутой проект. Если вам интересно, у него история в 21 стране идет программа «Размеши комик». она имеет уникальные явления когда она придумывалась никто не думал что будет такой общем ажиотаж да потому что благодаря этой программе очень многие во многих странах находят настоящие таланты и мы некоторых авторов нашли благодаря программу меня за следующий комика ну и социальную функцию выполняет иногда люди ходят как на работу или не иногда надо дать людям по-другому да они знают когда кайфу размеши комиками талантом могут заработать почему не до возродил ласточка возродилась это когда она была потом еще раз на ее забыли она еще раз привез а как появилась зародилась вот один парень у нас из коллектива у него были не буду говорить фамилию у него были проблемы в браке и он пришел говорит слушай у меня вот такая история у меня есть не проблема грустно но история неплохая для фильма ну в общем так вот жизнь вообще все рождает так давайте это посмотрим это вы уже сами наверное будет не могу вам сказать пока не могу сказать это это так большой сложный процесс вы слышали как долго это все делается много тратится на мисс дело даже не в деньгах ресурса человеческого прежде все люди самое главное специалисты поэтому как будет так будет не могу вам сказать если появится спрос на это если появится идея может но там история принципе закончен я пахал как конь а не как собака устал как собака и пахал как мой правильный рот я доволен я что что много всего сделали сохранили коллектив родили там усилили лику смеха самое лучшее вошло что-то не вошло конечно же потому что фильм было рабочего материала было 240 а вы увидите час 36 жалко жалко резать но быстрый монтаж современным языку американский монтаж такой скоростной потому что были вещи которые пришлось убрать из-за времени это вам скажу но они конечно подряд они очень смешные были очень но они не двигались уже вы вообще было 4 сценария этого фильма и и и потом еще две режиссерские версии в общем все время были были какие-то сомнения а я еще не вышел ниндзя кинжалы автомат с присосками с пулями костюм пятнистый вот знаете я захожу и ходит у меня человеку доходит просто в камуфляже ходит маленький человек автомобиль с автоматом такой возраст сейчас его это интересует доченька доченька честно говоря я уже купил ей подарок я уже его вожу а то что она написала дед морозу и подарили дед мороз дед мороза которая осталась дома а то а дед мороза а дальше его хочешь я твоего японца вбью або приши ему цикки на дно рекорды и плани зламалась наша любовь из рекламы а может в мене 10 дороги в тарелок назбиралась яночка а может тебе пить и до лекаря мозг справить жену да ну жену разными штуками я придумываю сам да они не знают что я дарю да да вы и сам не знаю что дарит не голова я разбираюсь вот я вам скажу я разбираюсь женской конечно то есть я могу выбрать я вот так вот смотрю на человек и мне я понимаю как бы его в чем бы было этому человеку хорошо как бы я бы переодел или наоборот прекрасно поэтому я выбираю обычно жене и дочери такие подарки спасибо большое за ваши вопросы мы приглашаем вас проходить зал пожалуйста мы не будем послепить